Едем в Яллунг Бэй смотреть новые отели. Поехали вместе с нами. Ну а мы тем временем, друзья, едем в Яллунг Бэй. Мы едем на такой микроавтобусе, потому что другие машины нас не вмещают, плюс багаж. Будем заселяться в один из проверенных нами отелей. Уже давно с ним работаем. Много тут отправляем своих туристов, кто-то уже в нем несколько раз остановился. Этот отель очень примечательен тем, что он выполнен полностью в китайском стиле и его ресепшн выглядит в виде китайской пагоды. Поэтому едем туда, все покажем. Отель называется Huayu Resorts. Идем заселяться. Сейчас дадим паспорта и нас разместят в данном отеле. Здесь мы уже заранее забронировали. Забронировали мы не на букинге, забронировал я у своих китайских партнеров, которые занимаются приемом туристов здесь. Они помогли забронировать, сделали так, чтобы у нас таких доплат за детей не брали. Ну, в общем, сделали все как надо там. Нам выдали ключи и мы идем заселяться в номер 1339. Можно запрыгнуть туда и поехать? Запрыгивай скорее на ходу. Нас доставляют прямо в номер. Но все, сейчас наш стандартный первый эмоциональный обзор. Итак, заходим в номер отеля. Ванна. Смотрите, что у нас есть. Ванна. Нравится? И все вот тут, смотрите, кровать. И вот тут еще еще. И сейчас тут дворокончик. И сейчас тут, мамочка, и это. И Семена. Вот новый репортер, который снимает обзоры. Это Семен. Вот такой номер. Пока здесь чисто и дети ничего не раскидали, расскажу. Большой просторный номер с двумя отдельными кроватями. Кровати достаточно широкие, но бывают, конечно, и пошире. Есть здесь зона отдыха. Рабочая зона. Большой телевизор. Ванна здесь как фишка у китайцев. С перегородкой можно открыться, как говорится, или закрыться в ней. Есть полноценная душевая кабина. И, конечно, здесь же есть балкон. Все, дети уже на балконе. Вот так у нас вот выглядит балкон. На балконе есть зона отдыха. Есть сушилка. Вид у нас на сад. Посмотрите. То есть вид достаточно красивый. Мы пришли на завтрак в отеле Huawei Resort. Здесь у нее есть закрытая зона и открытая зона. Хочу сразу сказать, что почему так много народу? Просто потому, что уже время почти 9 утра. Это самый пик. Во всех отелях обычно написано, что лучшее время для завтрака это с 6 до 8 утра. Но, если вы любите поспать, имейте ввиду, что вы попадаете на большое количество людей. На завтраке будет стоять очередь за едой. Ну, скажу, в этом отеле можете переживать еда. Ее очень много. Даже если вы придете в 10 утра. Мы вчера были на Лазер Гель. Наверное, уже в 10, а он работает на 10-30. И никакой проблемы с этим не было. Давайте выберем что-нибудь. Позавтракаем и пойдем дальше. Как видели, здесь выпечка. Сегодня я решил себе устроить какой-то, наверное, такой а-ля французский завтрак. Можно взять круассанов. Обычно все китайские уберем. Но что-то сегодня мне захотелось попробовать что-то привычного. Смотрите, есть детская зона. Там всякие пончики, булочки тоже для детей. Можно посадить детей, чтобы они там позавтракали. А также из капучины готовят яйца, есть сосиски, блекон. Вот, пожалуйста, смотрите. Фрукты, овощи. Все есть. Не всегда все в достаточном количестве. Знаете, с одной местечкой даже есть сыр. Вот здесь в самом краю есть сыр. Глуб китайцы практически не едят. Но я обязательно поем. Даже есть вот такой сыр с прессом. Мы завтракаем на улице. Но сегодня, кстати, походка вообще не летная. 23 градуса на улице и прохладный ветер. У нас сегодня с вами 12 декабря. Вообще не жарко. Так что сегодня моря точно у нас не будет, бассейна не будет. Сегодня будем заниматься, как говорится, наземными путешествиями. Все очень правильно сделали, что здесь небольшой маленький городок поставили. Потому что, когда дети поели, нечем заняться. Тут хоть могут побегать. Ну вот еще глоток чая. И пошел снять территорию. И что здесь находится на этой территории? Отеля Huayu Resort. И пойдем с вами дальше. Осматривать другие отели, которые я рекомендовал в своих других видео. И рекомендую сейчас. Это отель Палас. Это отель Горизонт. Это отель Мангревый лес. Это отель МГРАНД. Это отель МГРАНД. Как вы поняли уже, дорогие друзья. Что кафе, скажем, ресторан, в котором можно позавтракать, находится здесь же на территории. На втором этаже. Найти будет не сложно. Здесь стоят указатели. Даже стоят указатели на русском. Весь отель пронизывают вот такие коридоры. По которой можно пройти и выйти на любую часть территории отеля Huayu Resort. Здесь все сделано очень компактно. Скажем, удобно. Везде есть проход. Эта крыша очень удобная. Она днем не печет от солнца. И когда идет дождь, приезжают туристы, можно пройти спокойно. Территория отеля расположена таким образом. Скажем, буквой П. То есть, здесь все в основном сосредоточено на ее внутренней территории. Здесь есть бассейны. И расходятся на несколько корпусов вот такие коридоры, по которым я иду. Мы здесь заходим в коридор. Здесь уже поднимаемся, естественно, на любой этаж. Свой номер. Номера все с балконами. На балконах стоят кровати дополнительные, как вы видели, для удобства отдыха. Ну, а мы сейчас пройдем по самой территориям. Покажу бассейны. Сейчас мы посмотрим весь ландшафт данного отеля. Здесь, кстати, примечательно. На всей территории отеля растут такие цветы красивые. Не знаю почему. У меня сразу ассоциация. Есть уже раз четвертый в этом отеле. Поэтому у меня как-то, приезжая сюда, сразу ассоциация этого отеля. Вот китайский стиль и цветы вот такого цвета. Ну, не знаю, как ассоциация. В общем, как-то уже запоминающаяся, скажем, фишка, наверное, этого отеля. Ну, вот смотрите, мы вышли на территорию, скажем, первого этажа. Здесь расположены бассейны. Здесь вот есть бар у бассейна. Я говорю, все достаточно в красивом стиле таком китайском. Здесь очень часто проходят фотосессии. Приезжают китайцы, сфотографируются для разных мероприятий, для, не знаю, свадеб и так далее. Здесь, ну, действительно очень красиво и можно пофотографироваться. Тем более, наверное, одно из единственных мест, где можно выбрать отель в китайском стиле. Здесь расположены бассейны. Вот с левой стороны, вы видите меня, вот такой бассейн. Здесь у каждого номера на первом этаже есть свой приватный вход в бассейн. Как вы видите, да, вот можно выйти из номера, спуститься и оказаться сразу в бассейне. Соответственно, с другой стороны такая же история. Здесь также расположен бассейн, также есть приватные входы в бассейн. Сразу скажу, этот отель очень заполняемый. лучше заранее бронировать сейчас мы проживаем здесь у нас заканчивается наш наше проживание здесь и продлять уже нет возможно поэтому лучше этот отель бронировать заранее ну вот да мы подошли вплотную бассейну здесь глубина в среднем 1.2 1.6 китайцы знаете плавать не умеет поэтому глубоких бассейнов можно встретить гораздо реже бассейны все чистые постоянно их убирают к этому вопросов здесь нет ну конечно как на любой территории бассейна здесь есть всевозможные за дополнительную плату развлечения круги матрасы там вот с той стороны можно взять велосипед покататься по территории отеля или выехать за ее территорию мы можем в конце территории отеля выйти и выйти прямо скажем на окончании этой торговой улицы где есть кафе и магазины соответственно начало ее берет на входе и конец ее уже в конце территории отеля вот такая красивая территория сразу встречает вас на въезде в отель huaio resort сейчас здесь идет небольшая внешняя реконструкция фасада ну а как он же в китайском стиле надо его поддерживать красивым вижу никакой есть проблемы в этом а то подумайте что здесь идет стройка я думаю эта история уберется до нового года уже сто процентов пройдя насквозь ресепшен а это вход в ресепшен отеля вы выйдете сразу на торговую улицу с кафе магазинами ресторанами супермаркетами так далее давайте вместе это сделаем вот мы проходим насквозь и выходим сразу на эту улицу а вот здесь сразу расположен детский клуб он относится к отеле если вы придете покажите свою карточку вас без проблем сюда конечно запустят и ваши дети могут поиграть единственные есть условия они должны быть в носках если вы прийти без носков то вам придется их купить на месте стоит 5 иваний смотрите вот мы идем по торговой улице здесь сверху есть магазины внизу есть кафе то есть здесь как если с голоду умереть бесполезно здесь все есть различная кухня начиная от макдональдса и заканчивая любой китайской кухне даже есть вьетнамская кухня в общем никаких проблем с едой здесь у вас не будет скажу так что все туристы которые живут даже в других отелях они приходят именно сюда а у вас будет здесь все абсолютно под боком я вышел от отеля и засек секундомером сколько нам идти вот от этой пагоды до моря очень легким шагом я иду снимаю рассказываю и параллельно у меня секундомер чтобы показать сколько здесь до моря потому что некоторые туристы меня спрашивают да это хуаю резорт хороший отель но он же не на первой линии я грану вопрос опять же бюджета у людей если люди готовы потратить больше бюджет на отель никаких вопросов с этим конечно нет но если людей бюджет как-то ограниченный хотят отдохнуть хорошо в том числе хорошем месте я всегда рекомендую данный отель ну вот мы прогуляемся по территории улица она вот так идет скажем лепестком она открывается сюда торговая туда то есть можете везде походить посмотреть поесть что-то для себя выбрать и купить здесь на спуске от отеля есть детская игровая зона она платная конечно же ориентир кстати вам вот этот большой чудо робот из знаменитого фильма трансформеры ну вот а мы идем с вами попробуем сразу ориентируем вам дам здесь самый центр бухты ялумбей вот как видите тот высокий шпиль стоит это площадь центральная бухта ялумбей здесь отели горизонт стоят тут на первой линии дальше идет отель мангровый лес в который привозят туристов а я уже не раз об этом говорил из мангрового леса который в санья он просто выходит как правило гораздо дешевле вы пользуетесь там городской территории и купайтесь бесплатно здесь а вот а дальше идет отель и мгн ну и так далее дальше тут уже более дорогие отели которых достаточно редко останавливаются наши туристы из-за их цветов или они приезжают уже нет туристическим пакетом и выбирают эти места отдыха самостоятельно ну вот мы перешли дорогу идем вдоль отеля горизонт сейчас мы уже выйдем на пляж с вами как говорю иду легким шагом перекладывая камеру или телефон другую руку снимаю в instagram снимаю для вас на канал youtube дорогие друзья так что сейчас посмотрим сколько у нас получилось времени до пляжа от этого отеля ну вот мы и вышли к пляжу и лунбэй время на секундомере я поставил на паузу 4 минуты 44 секунды и напоминаю что я шел очень и очень легким шагом не напрягаясь говорится отвлекаясь на камеру и на телефон а если вы подпадете целенаправленно я думаю ваш путь сократится до пару минут легко ну что здесь уже достаточно людно но не так людно как до 2 хочу обратить на это внимание а здесь белоснежный песок в общем смотрите сами еще чем хороша бухта я лунбэй допустим сравнение с додумхаем что ее не перекрывает на ночь додумхай полностью только стемнело стоит полиция там прибрежная как говорится начинает выгонять всех туристов всех плавающих перекрывать канатом выход к пляжу и все вы даже не пойдете как говорится ноги не помочь не прогуляйтесь вот так как я сейчас гуляю по пляжу а в елумбэй и собственно и других бухтах такого нет а еще здесь хорошо потому что здесь нет такой толпы народа не съезжают все подряд плюс люди адекватные приезжают здесь как бы отели дорогие поэтому люди приезжают уже с другим как говорится пониманием жизни и соответственно здесь вы не встретите каких-то непонятных людей залетных когда додумхай например могут приехать кто угодно на этот пляж по мне это лучшая конечно бухта во всем хайнане я в первых своих видео про нее не очень много упоминал потому что как-то не удавалось здесь остановиться и долгое время побыть заезжали уезжали семьей приехали сейчас мы специально приехали сюда я хочу по максимуму рассказать про это место отдыха поэтому вот сейчас мы вы смотрите это собственно видео ну и соответственно горел отель hua yu 5 звезд которые рекомендую он скажу адекватные деньги стоит он находится недалеко от моря но в центре всего плюсом в китайском стиле ну не знаю там много очень много плюсов ну и вон там вдалеке у нас есть отели это сьют и чуть дальше есть отели universal пятерка вообще не рекомендую по что я вообще когда первый раз не был мне показал что это три звезды они 5 игра отличная трешка трешка когда мы были там а в этом отеле скажем с экскурсии мы сказали ты чё это пять звезд когда ну ладно извините ну и соответственно там находится отель кактус про который я говорю очень часто это для тех кто не располагает большой суммы бюджета на хочет отдыхать хорошие бухти это самое на на идеальное место а выбрать отель кактус он недорогой небольшие номера но тем не менее вот эта вся атмосфера она окупит точнее даже больше даст вам впечатлений чем вы за эти деньги купите кому трешку или ту шестерку дудуха и ну а пока мы здесь гуляли моя жена детей развлекает и многие говорят что она там говорит за кадром как она справляется как и справляешься любимым но да она говорит что приходится на самом деле я стараюсь и помогать вы не думайте что я оставил и у нас как мусульманской семье она берет на себя весь бы то я просто хожу снимаю когда я ложу камеру я обязательно и помогаю с детьми все остальное но просто надо же кому-то как говорится вести этот канал заниматься и рассказывать поэтому тот момент когда я снимаю конечно ей приходится заниматься детьми большую площадку хорошо я догоняю тебя все я не догоняю или фейка мы догоняем всем год это такой быстрый вопрос многих туристов сразу будет держать здесь находится супермаркет бухте и лунбэй а если вы пойти в сторону м джем грант недалеко от отеля широтон а будет вот такое место здесь есть магазины кафешки и большой супермаркет а потому что в центре есть только небольшой маленький супермаркет поэтому пойдемте вместе с нами зайдем я вам здесь все покажу ну так скажу здесь в общем все есть как любых супермаркетах то есть достаточно широкий ассортимент всего цены такие же как дудухая такие же как санья единственное чтобы я выделил это детские игрушки и соответственно детские памперсы все такое здесь это почему-то стоит намного дороже а так в целом все то же самое как и везде большой магазин скажем такой погребок вины различных алкогольных напитков в том числе европейских марок мы с вами на улице скажем так еды это торговая улица находится как я говорил рядом с отелем уаю резорт вам глаза то есть это вот с утра и до ночи работает эта улица есть магазины кафе в основном это кафе можно поесть на любой вкус и цвет так что я почему рекомендовал именно этот отель по цене качества и еще опыта поблизости а все инфраструктуры кто соскучился по кофе пожалуйста starbucks но мы зашли в кафе традиционно китайская что-нибудь закажем типа рис яйцом с мясом с вами такое по заказывали всякой китайской еды как видите все уже едят ели сию нас уже самостоятельный парень давай помогу уже не хочешь такого кормили я все сам сегодня у нас уже давно все умеет есть а семена съезд мама уже китаянка я с палками но я жду когда все поедят чуть-чуть сейчас вот я вам показал территорию отеля а номер вы уже посмотрели как мы заселялись вот такие здесь номера так что смотрите выбирайте по мне это очень хороший отель хорошей территории самое главное у очень выгодная цена всегда бывает по сравнению с другими отелями в бухте я лунгбэй особенно если вы рассматриваете отель категории 5 звезд здесь отличное питание отличные завтраки также у них для гостей отеля проходят специальные ужины по системе шведский стол специальная цена именно для гостей отеля то есть я сейчас смотрел по моему там 1900 рублей на наши деньги она стоит за шведский стол ну как бы для пятерок это очень хорошая цена вот что вам еще рассказать как говорил красивое живописное место вот и он бей и 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